Воскресенье, 23 июля, Всемирный день китов и дельфинов. Для России этот праздник имеет большое значение. В наших водах обитают десятки видов этих морских млекопитающих. Более 15 из них занесены в Красную книгу. Огромные стада китов можно наблюдать на Чукотке. Этим летом сюда приедет более 500 человек, чтобы понаблюдать за морскими исполинами. Национальный парк Беренгей готовится принять вдвое больше туристов, чем годом ранее. Пейзаж Синявинского пролива – это место, куда приходят кормиться горбатые киты. Район состоит из шести островов, десятка бухт и заливов. Сюда стремятся туристы со всего мира, ведь только здесь можно совсем близко лицезреть морских исполинов. Нам удалось увидеть очень редкое явление – это прыжки горбатых китов. Такие возможности наблюдать, как они прыгают, дается не каждый год. Например, в прошлом году мы не видели ни одного прыгающего кита. И предыдущий раз был два года назад. В этом сезоне Национальный парк Беренгея готовится принять более полтысячи гостей. Часть из них посетит территорию в рамках круизных туров. Это впервые после пандемии. Остальные туристы – это малые группы, которые посещают Чукотский нацпарк самостоятельно или знакомятся с его достопримечательностями в рамках программы «Путешествие в Беренгею». Это недельный тур, разработанный сотрудниками парка, который позволяет максимально погрузиться в природу и культуру Чукотки. И в сопровождении опытных гидов увидеть все самое интересное – китов и тюлени, лежбище моржей и птичьи базары, живописные фьорды и древние эскимосские памятники, среди которых знаменитая китовая аллея. Здесь расположен священно-культовый памятник, называется китовая аллея. Памятник был открыт еще в 1976 году, но до сих пор хранит в себе много загадок и тайн и по своей значимости не уступает знаменитому английскому Стоунхенджу. Нагромождение из гигантских черепов и челюстей гренландского кита ставит перед исследователями ряд вопросов – когда, кем и для чего было создано это грандиозное сооружение и почему было заброшено. По мнению ученых, китовая аллея считается чудом не только с научной, но и археологической точки зрения. Однако самые яркие впечатления у туристов остаются от наблюдений за китами, которые каждый год приходят сюда с берегов Калифорнии и Мексики, чтобы кормиться в богатых чукотских водах. Накапливается в проливе Синявины до 100, примерно до 100 горбатых китов в лучшие годы и около 50 серых китов. Поведение горбатых китов очень интересно. Они бывают, что выпрыгивают. Это один из популярных видов среди вейл-вотчеров, то есть наблюдателей за китами в мире. И самые доступные горбатые киты почти не боятся лодок, то есть к ним можно подойти на близкое расстояние и даже сфотографировать мобильниками. Сфотографировать и сохранить в памяти на всю жизнь – уникальная возможность. Морские гиганты, священные животные для жителей Чукотки и экзотика для туристов. Несмотря на то, что наш регион единственный, где охота на китов разрешена, отношение к этим испаринам трепетное. И здесь, на самом краю Земли, вместе со всем миром, 23 июля будут отмечать День китов и дельфинов. Анна Мартяжкина, Влада Вальченко, Вести Чукотка.